Всем привет! На связи снова я, Андрей Былов, и сегодня мы с вами поговорим про ситуацию, когда KeyCollector 4 не показывает частотность. Подписчица канала спрашивает, подскажите, что делать с запросами с отсутствующей частотностью? Программа KeyCollector 4 выдает такие запросы при парсинге. Ну смотрите, отсутствующая частота может быть нулевая, может ее как бы вообще не быть, то есть когда там ничего он не собрал. И если она нулевая, то, ну возможно, этот запрос в этом регионе никто не спрашивает, либо вы задали слишком жесткие требования к парсингу, ну то есть вы поставили, например, кавычки, высоцветительные знаки, еще и квадратные скобки, ну то есть возможно вам стоит ослабить этот критерий и оставить только кавычки, например, или только кавычки, высоцветительные знаки, не ставя квадратные скобки. То есть чем больше вот этих операторов используется, тем точнее эта частота, но тем больше она обрезается. Для цели продвижения не обязательно вам знать точную частоту, то есть не обязательно ее учитывать при решении выбрасывать запрос или нет. Потому что, ну мы знаем, что если мы продвигаем сайт по какой-то словоформе, то какие-то смежные, схожие запросы, схожие словоформы тоже продвигаются. Позиция будет не один в один, но тоже она, как правило, усиливается. Поэтому, в общем, если речь идет не о приоритизации этих запросов, а о решении выбрасывать, не выбрасывать из вашего, из вашей семантики, из вашего списка запросов, то вполне можно для этого решения использовать частоту просто в кавычках. Не ставя в цельные знаки, не ставя в квадратные скобки. Это если нули. Ну или проверьте настройки, возможно там регион не совсем тот и так далее. Дальше, если же все-таки там, ну, то есть вообще не собралось, то есть он не показывает никакую, ни ноль, никакую частоту, то здесь может быть несколько вариантов. Первый вариант, если вы парсите через Яндекс, Яндекс.Директ, то он вам не покажет больше семи слов. То есть, если у вас запрос включает больше семи слов, то он, ну, как бы этот инструмент не, ну, не отработает. То есть он вам и прогноз не выставит, и частоту не покажет. Это первый вариант. Второй вариант, возможно, у вас какие-то истории с самим парсингом. То есть вполне вероятно, что вы начали парсить, у вас там 100 тысяч запросов, и половину из них он спарсил нормально, половину не смог, потому что побанились, заблокировались прокси-сервера. Обычно он их временно блокирует, там через день, через два они оживают. Побанились аккаунты, потому что для парсинга частот Яндекса нужны и прокси-сервера, и аккаунты, и аккаунты вполне могут быть заблокированы, но причем там уже блокировка, иногда она, ну, как бы такая, временно условно, то есть там начинают капчи выводиться в большом объеме и так далее, а иногда она прям, ну, жестко блокируется, их надо менять. А, и часто они вываливаются в, типа, подтвердите аккаунт, там вот этот, там, смс-ку, типа, пришлите на номер телефона, который вы указывали и так далее, и там, как бы, есть сложности, потому что вы, как правило, эти аккаунты регали не сами, вы покупали где-нибудь на бирже, и у вас доступа к телефонам к этим нет. И третий вариант, это, точнее, еще один вариант, это капчи, то есть как раз, когда вы делаете большое количество запросов в поиску, особенно если у вас нет прокси или мало прокси-серверов, то у вас вылезают капчи, и вполне вероятно, что вы уткнулись в лимит капчи. То есть, ну, точнее, не в лимит, а окончились у вас деньги на антикапчи, и поэтому он дальше просто не допросил. Вот, пожалуй, наверное, основные варианты, с которыми я сталкивался. Наверное, есть еще какие-то, но они мне в работе, ну, или не попадались, или попадались настолько давно, что я, ну, как-то из памяти вылетел, а почему еще может не собраться чистота. Если вы, ну, посмотрели это видео, и у вас была такая проблема, и эту, ну, проблему я не озвучил, то есть причину, из-за которой у вас это было, просьба написать в комментариях, ну, надеюсь, это подпись нашего канала поможет решить эту ситуацию и допарься к чистоту. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях и читайте текстовые версии выпусков в Telegram-канале. Ссылка на него в описании. Пока-пока.